Мы направляемся туда, где еще не были. Это изменит вашу церковь. Благодать Божья помогает нам совершать то, чего истина требует от нас. Информация не может изменить людей. Трансформация — вот что нам нужно. Второе послание к Коринфянам, шестая глава. И чтобы сэкономить время, сразу откроем послание к евреям, 12 главу. Положите туда закладку. Знаете, что мне нравится в преображающей истине? Она открывает значение других мест Писания. Я объясню вам, что я имею в виду. В прошлом уроке мы говорили о первом стихе 7 главы 2 послания к Коринфянам. Павел говорит здесь, «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, что это за обетования? Давайте повторим еще раз. Я буду обитать в них, буду ходить среди них, буду их Богом, и они будут моим народом». Мы все знаем, что Бог говорит о своей славе. Не просто о присутствии Святого Духа, но о своей проявленной славе. Все скажите «славе». В первом стихе 7 главы Павел говорит, «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, он обращается к верующим, правильно? «Очистим себя». Все скажите «очистим себя». От всякой скверны. Не от какой-то части скверны. Не от 99% скверны. А от всякой скверны плоти и Духа, совершая святыню в любви Божьей. Вы уже прошли много занятий, чтобы знать, в чем святыня совершается в страхе Божьем, а не в любви Божьей. Но в Новом Завете сказано, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Там не говорится, «С любовью и благостью совершайте свое спасение». Что такое совершение спасения? Это проявление того, что Бог делает внутри, то есть освящение. Освящение производится страхом Господним. Вы можете сказать на это «Аминь». Поэтому Петр говорит, «Проводите время странствования своего в страхе Божьем». Он не говорит, «Проводите его в любви Божьей, но в страхе Божьем». Брат Джон, а есть ли место любви Божьей? Конечно, есть. Бог есть любовь. Не то, что у него есть любовь, но он сам любовь. Вы можете сказать на это «Аминь». Библия говорит, что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, и что тот, кто не любит брата своего, не является истинным верующим. Истинное свидетельство того, что мы рождены свыше, это наша любовь друг к другу. Иисус сказал, «Новую заповедь даю вам. Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Мы должны бояться Бога и любить Его. И, как мы уже говорили, это удержит нас на жизненном пути. Верно? Любовь Божья сохраняет нас, а страх Божий – от легкомыслия и расслабленности. Обратите внимание на то, что Он говорит. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». А как мы очищаем себя? Второе послание Коринфянам, 6 глава, 1 стих. Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. На прошлом занятии мы усвоили, что благодать Божья – это не прикрытие для наших грехов. Благодать дает нам силу исполнить то, чего требует от нас истина. Разве вы не рады этому? Я очень рад. Это вызывает у меня желание восклицать от радости. Благодать дает мне силу. Аллилуйя! Если у вас есть истинное понимание о том, что такое благодать Божья, вы понимаете местописание, которое многие люди не понимают, потому что они думают, что благодать Божья – это прикрытие для грехов, и спрашивают, как вообще можно принять благодать Божью тщетно. Но когда вы поймете, что благодать дает вам силу сделать то, чего от вас требует истина, то вам станет ясно, что благодать Божья дает вам силу сделать что? Очистить себя. Позвольте мне привести вам пример. Когда я был молодым человеком, я был большим грешником. Однажды мой отец взял меня в кино. Это был фильм Чарльза Хестона «Десять заповедей». Друзья, когда я увидел этот фильм, когда я увидел, как земля разверзлась и поглотила тех парней, и они живыми провалились в ад, тогда у меня было такое покаянное настроение, что вы не поверите, я вышел из кинотеатра, и моя жизнь изменилась где-то на неделю. А потом я снова вернулся к старым грехам. Почему так произошло? Я покаялся, но без благодати. Именно благодать дает нам силу жить святой жизнью. Вы понимаете, о чем я говорю? Но в моей жизни тогда не было благодати. Посмотрев этот фильм, я стал кающимся молодым человеком, но у меня не было силы измениться. Благодать Божья дает вам силу делать что? Очищать себя. Вот что мне в этом нравится. Когда вам становится ясно то, что раньше вы понимали неправильно, тогда открывается смысл других мест Писания. Понимаете, о чем я? Откройте вместе со мной 12 главу «Послание к евреям», и я покажу вам место Писания, которое раньше, когда вы понимали благодать как прикрытие для грехов, было непонятно, но теперь оно станет абсолютно ясным. Если раньше вы не имели правильного понимания, что такое благодать, вы не понимали и этот стих. «Послание к евреям», 12 глава. Скажите «Аминь», если вы открыли. В 14 стихе Павел говорит «Старайтесь иметь мир со всеми». Скажите «Со всеми» и «Святость». Все скажите «Святость», без которой никто не увидит Господа. Посмотрите мне в глаза. Павел говорит «Без святости» или «Освящения», потому что это одно и то же, верно? Без этого никто не увидит Господа. Отметьте для себя, что он не говорил. Он не говорил «Без оправдания никто не увидит Господа». Он говорит «Без святости». Оправдание — это то, что делает для нас Бог. Мы ничего не можем сделать, кроме как принять ее. А вот что такое освящение. Мы сами должны очищать себя. Правильно? Павел не говорит «Без оправдания никто не увидит Господа». Он говорит «Без святости». А в этом и заключена наша часть. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Позвольте мне сделать это утверждение. Оно не для того, чтобы шокировать вас. Кто из вас знает, что Бог не дает вам какое-то откровение просто для того, чтобы вы говорили «Ух ты! Без святости никто не увидит Господа?» Хорошие слова. Давайте напишем их на плакате и повесим на видном месте. Нет, он говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит. «Без святости никто не увидит Господа». Так? Но он еще не закончил. Давайте прочтем дальше. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. А как вообще можно лишиться благодати? Спросит кто-то. Но когда вы понимаете благодать, как дающая силу Божье присутствие, при помощи которого вы ходите в святости и сможете увидеть Господа, тогда вы осознаете, как вы можете лишиться благодати, если приняли ее тщетно, подобно человеку, который не воспользовался автомобилем, хотя ему дали ключи. Я понятно говорю? Вы улавливаете суть? Видите? Он говорит «Смотрите, чтобы вы не приняли благодать Божью тщетно». Теперь откроем вместе 2-е послание к Тимофею, 3-ю главу. Это будет настолько потрясающе, что я едва могу выдержать. 2-е послание к Тимофею, 3-я глава. 1-й стих. «Знай же, что в последние дни...» Ненадолго остановимся здесь. «Посмотрите мне в глаза. Кто из вас верит, что мы живем в последние дни?» Поднимите руки. Хорошо. Надо быть духовно слепым, чтобы не видеть, что мы живем в последние дни. Иисус обличал фарисеев, говоря, «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Не так ли? Кто из вас знает, что если вы ходите с Богом, то сможете узнать знамения времен и время возвращения Господа? Мы живем в последние дни. Все скажите «Он говорит о нас». Смотрите, что Он говорит о нас. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Посмотрите мне в глаза. Павел говорит о тяжких временах. Я прочту вам из новой международной версии. «А в последние дни наступят ужасные времена». Все скажите «Ужасные времена». А в новом живом переводе сказано «Наступят очень тяжелые времена». Расширенный перевод гласит «Наступят тяжкие времена великого стресса и бедствия. Их будет тяжело пережить». Понимаете? Павел говорит о наших временах и о том, что они будут очень трудными. Раньше это очень удивляло меня, потому что кто из вас знает, что времена, в которые жил Павел, тоже не были особо легкими? Вы можете это прочесть. Не открывайте сейчас это место. Но в одиннадцатой главе второго послания Коринфянам говорится о том, что перенес Павел. «Пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». Знаете, что делали в те времена во время этого наказания? Руки провинившегося привязывали к столбам, так что он стоял на носочках. И его хлистали плетью, а в хвосты плети вставляли куски свинца. Удары охватывали большую поверхность кожи. Представляете себе это? А Павел по пяти разным случаям каждый раз получал по тридцать девять ударов. Посчитали, сколько это в целом? Дальше он говорит, «Три раза меня били палками. Палками били так, что повреждали кости». И Павел добавляет, что также его побивали камнями. И при всем этом он называет времена, в которые живем мы, тяжкими. Эй! Нам нужно как следует понять, из-за чего наши времена будут такими тяжелыми. Не ищите. Я прочту вам из расширенного и нового международного перевода. Послушайте. «Знай же, что в последние дни наступят тяжкие времена великого стресса и бедствия. Их будет тяжело пережить». И вот почему. Готовы? Люди будут самолюбивы. Они будут любить деньги. Ими будет владеть неуемная жажда обогащения. Они будут гордыми, высокомерными, хвастливыми, склонными к насилию, непокорными родителям, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. У них не будет любви, и они не будут прощать. Клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, имеют вид благочестия, вид истинной религии, истинного христианства, но отвергают силу, которая могла сделать их благочестивыми. Что это за сила? Теперь вы начинаете понимать. Я много лет слышал, как проповедники говорили, «О, они отвергнут силу, дающую способность изгонять бесов». Нет, многие люди будут изгонять бесов, но Иисус все равно скажет им. «Отойдите от меня». Теперь, когда вы понимаете, что такое благодать, вы понимаете, и это место Писания. Имеют вид благочестия, вид истинной религии, истинного христианства, но отвергают силу, которая могла сделать их благочестивыми. Их поведение показывает, насколько истина их исповедание. Знаете, из-за чего наши времена будут тяжкими? Павел сказал, что они будут тяжкими из-за образа жизни людей, говорящих, что они рождены свыше, что они спасены благодатью, и что Иисус Христос их говорит. «Но при этом они будут не любящими, не желающими прощать. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога. У них будет непомерная страсть к деньгам, и они будут отвергать силу». Какую силу? Силу, которая могла бы преобразить их из непрощающих в прощающих. Силу, которая могла сделать их из людей, любящих деньги, теми, кто любит людей. Силу, которая сделала бы их из поклонников удовольствия, поклонниками Бога. Силу, которая могла сделать их благодарными вместо неблагодарных и могла бы превратить их из нечестивых в святых. И вот что действительно пугающе, 7 стих, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Посмотрите мне в глаза. В наше время в Америке Евангелие проповедуется больше, чем когда-либо раньше. Миллиарды долларов тратятся на книги, видео, записи учений. Проблема в этом? Нет. У нас проходят конференции, миллиарды долларов тратятся на церковные здания. Но что мы имеем в итоге? Церковь вот в таком состоянии, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. А какое свидетельство того, что человек дошел до познания истины? Измененная жизнь. Позвольте мне что-то показать вам. В книге Откровения. На прошлом уроке я говорил вам, что во второй и третий главах содержатся 7 писем, написанных к 7 церквам. Правильно? Верно? Все эти письма применимы к нам сегодня. Правильно? Однако есть немало ученых, которые говорят, что у этих писем есть и другое применение. Это не умаляет другой точки зрения. Но эти ученые считают, что 7 церквей олицетворяют периоды в жизни церкви от момента вознесения Иисуса до его возвращения. О первой Ефесской церкви Иисус говорит, «Ты оставил свою первую любовь». Константин легализовал христианство в Римской империи в 304 году Новой эры. Раньше христиан подвергали гонениям, им приходилось жить в катакомбах. Их бросали на съедение диким зверям. Верно? Но после того, как Константин легализовал христианство, до того, как он это сделал, только 10% жителей Римской империи были христианами. После легализации, сто лет спустя, в 404 году христианами были 90% жителей. Однако ситуация с пьянством и разводами была у них такой же, как и до того, как они стали христианами. Понимаете? Иисус говорит своей первой церкви, «Ты оставила свою первую любовь». Это ясно? Если мы обратимся к седьмой церкви, то она олицетворяет собой состояние церкви непосредственно перед приходом Иисуса. Правильно? Посмотрим первый стих 4 главы книги Откровения. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, «Все скажите, трубы!» «Говоривший со мною, сказал, взойди сюда. Посмотрите мне в глаза, как вернется Господь при гласе Архангела и трубе Божьей. Что скажет голос? «Взойди сюда, возлюбленная моя». Речь идет о церкви. Вы со мной? Я говорю, вы со мной? Говоря об этой седьмой церкви, я могу сказать о ней применительно к нынешнему времени. Посмотрите, что сказано о ней. 3 глава, 14 стих. «И ангелу». Вы помните о том, что ангел, значит, посланник. «Лаодикийской церкви напиши». Все слушайте меня внимательно. Подчеркните слово «церкви». Подчеркните его. Обратите внимание, что он не говорит ангелу города Лаодикий. «Могу я услышать несколько ваших аминь?» Он говорит ангелу Лаодикийской церкви. Далее так говорит «аминь», верный и истинный свидетель, начало создания Божья. Все скажите «верный и истинный свидетель». Что значит верный? Это значит, что он всегда говорит истину. А что значит истинный? Что он будет говорить вам истину, независимо от того, нравится вам это или нет. Знаете, что мы сделали в Америке? Мы сказали проповедникам «говорите нам то, что мы хотим услышать». Я говорю «Иисус» — это не проповедник, льстящий слуху. Он верный и истинный свидетель. Он всегда будет говорить вам истину, и делать это независимо от того, нравится вам это или нет. Вы можете сказать на это «аминь». Слушайте, что он говорит «знаю твои дела». Скажите «дела». Он не говорит намеренье. «Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. Посмотрите мне в глаза и скажите «не холоден». Что значит «холоден»? Этот человек, который проводит время в барах, не думая идти в церковь, он полностью погружен в мир, далек от церкви, погряз в грехах и знает об этом. Правильно? Иисус говорит «ты не холоден, не горяч». Что значит «горяч»? Вероятно, сейчас я смотрю на таких людей. Горячие — это люди, страстно преданные Богу. Они жаждут Его Слова, исполняют Его волю и говорят «Господь, я твой слуга, исполню все, что повелишь». Это горячий человек, не так ли? Но Иисус говорит «ты не холоден, не горяч». Вот что он говорит дальше. 15 стих «знаю твои дела». Все скажите «дела». Ты не холоден, не горяч. «Ой, если бы ты был холоден или горяч». Посмотрите мне в глаза. Когда Иисус говорит «Ой, если бы ты был», это значит, что это было бы лучше, чем ваше нынешнее положение. «Ой, если бы ты был холоден или горяч». Почему Он не сказал «Ой, если бы ты был горяч». Почему Он сказал «Ой, если бы ты был холоден или горяч». Долгое время это вызывало у меня недоумение. Он обращается к церкви и говорит членам церкви, «Вы хуже, чем тот парень в баре». «Хэллоу!» Я недоумевал много лет. Потом прочел следующий стих и понял. Посмотрите 16 стих. «Но как ты тепл!» Все скажите «тепл!» Посмотрите мне в глаза. У теплого достаточно теплоты, чтобы смешиваться с горячими. Он поет песни, говорит, что рожден свыше. Знает церковный лексикон, участвует в христианском ансамбле, носит майку с надписью «Я люблю Иисуса». В нем достаточно теплоты, чтобы смешиваться с горячими, но и достаточно холода, чтобы смешиваться с холодными. Может быть, он не пьет и не курит. Но делает то же самое, что и мирские люди. Живет для себя. Теплый, как хамелеон, он сливается с окружающей средой. Понимаете? Улавливайте то, что я вам говорю. Дальше он говорит. «Обратите внимание, но как ты тепл!» Все скажите «тепл!» «А не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вы когда-нибудь видели, как человек рвет? С большой силой, правильно? И скоростью. Именно такой стиль он использует. Могу я задать вам вопрос? Могу ли я извергнуть бифштекс, который находится у меня в руке? Нет. Он должен быть внутри моего тела. Знаете, что говорит Иисус? «Я извергну из моей церкви тех, кто на самом деле не принадлежит мне». Посмотрите 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Они не знают о своем истинном состоянии. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Но обратите внимание, он говорит, «Советую тебе купить у меня». Все скажите. «Купить у меня». Давайте поговорим об этом слове. Вы заметили, что говорит Иисус? Он делает акцент на покупке чего-то, что не приобретается через признание Его господства. Видите? Я спрашиваю, вы видите? Он делает акцент на покупке чего-то. Все скажите. «На покупке чего-то, что не приобретается через признание Его господства». Так? В 23 главе книги Притч, в 23 стихе говорится, «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Книга Исаии 55, 1. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Видите? Иисус говорит о том, что нельзя купить за деньги. Видите? Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стихи. Иисус говорит, «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и, смотрите, и продал все, что имел и купил ее». Понимаете? Иначе говоря, он отдал всю свою жизнь целиком. Во втором послании Коринфянам 5, 15 сказано, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Одна из притч, которая вызывала у меня недоумение, находится в 25 главе Евангелия от Матфея. «Если вы там, скажите аминь». Первый стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Все скажите «девам». Заметьте, речь идет не о проститутках или гулящих женщинах, а о девах, девственницах. Вам понятно? Которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Они ожидают второго пришествия Христа. У всех десяти есть светильники. Вам понятно? Давайте говорите со мной. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Заметьте, неразумных была половина. Не так, что одна неразумная, а девять мудрых, но половина. Третий стих. «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. В чем разница между девами? У всех у них были светильники. Разница в том, что у мудрых были сосуды с маслом, а у неразумных не было. У них были только светильники. Понимаете, о чем я говорю? Но в полночь. Заметьте, в полночь погасли светильники. Почему Иисус снова, снова и снова говорит о том, что претерпевший до конца спасется? Вы понимаете? Вы понимаете? Смотрите. Седьмой стих. «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Светильники гаснут в полночь. Видите? А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим». Все скажите «к продающим». И купите. Все скажите «купите». Себе. Долгие годы я не понимал этой притчи. Однажды, воскресное утро, я стал взывать, кричать к Богу. Я был у озера и изо всех сил закричал. «Отец, я не понимаю этой притчи. Покажи мне, о чем ты здесь говоришь». И в тот день Бог дал мне понимание. Ключевой стих в понимании этой притчи – «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Представьте себе. Десять дев приходят в магазин. Представили? Пять неразумных подходят к прилавку, вытаскивают деньги и говорят, «Дайте светильник. Я хочу спастись. Я не хочу идти в ад. Я хочу спасения». Им дают светильник, и они говорят, «Ух, слава Богу, я спасена». Пять мудрых подходят к прилавку, вытаскивают кошельки, чековые книжки, все свои сбережения, вытаскивают все, что у них есть. Образовалась большая куча денег, и они говорят, «Это все, что у меня есть, все мое имущество, все сбережения. Дайте мне лампу, и на все оставшиеся деньги дайте мне масло». Итак, что они делают? Отдают Богу жизнь целиком. Помните, что это притча? Они отдают всю свою жизнь. Правильно? Неразумные отдали лишь то, что, по их мнению, требовалось для спасения, но часть жизни удержали для себя. Вы видите это? Я говорю, «Вы видите?» Смотрите, что дальше. Десятый стих. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет «Сын Человеческий». Украинский. Или, а также, через 12-30-минуте видео сессии на 4-двдс, the book, и workbook. Вы также получите все серии на 6-аудио, CD-с. Для order, походите, походите с нами на messengerинтернационал.org. В США, 1-800-648-1477. На Астрале, 1-300-650-577. Outside of Australia, 61-2-9679-4900. In the UK, 0800-9808-933. And outside of UK, please call 44-1-442-288-531. We look forward to hearing from you. Thank you for watching the episode of Посланник. I hope that this message has been made for you and made you think about it. To get this message and more information, visit our website messengerinternational.org or contact us with our office in США at 1-800-648-1477. В Австралии звоните 1-300-650-577. В Великобритании 0800-980-8933.